всем привет дорогие друзья новое видео на канале гаджетмания и это очередная распаковочка и так мы начинаем поехали ну что ж дорогие мои смотрите на хотелось бы начать сначала с небольшого бомбежа посылочка с gearbest ссылка на товар и на магазин будет в описании где-то примерно год-полтора назад я очень сильно ругался что магазин gearbest слал посылки в мусорных пакетах а потом немножко эта ситуация изменилась но почему-то мне в 2017 году достаточно быстро за 13 дней пришла посылка вот таком мусорном пакете вы знаете что здесь телефон он стоит каких-то денег здесь нет ни пупырки ничего пакет немножко рваный это все видно то есть на самом деле это зашкварно зашкварно послать таких пакетах в общем вот у меня по этому поводу немножко бомбанула давайте посмотрим нашумевший смартфон стоит 110 долларов все его покупают все его обозревают еще раз повторюсь все достаточно быстро пришло мне понравилась скорость доставки почтой голландии открываем я очень надеюсь что здесь ничего с этим пакетом не произошло соответственно не произошло с одним смартфоном то есть мы видим коробочку pp tv king 7 или как он называется до king 7 в общем краткие технические характеристики в общем за эти деньги он напичкан железом просто по полной и на самом деле мне очень стало интересно потому что я буду делать смартфон то есть обзор на этот смартфон достаточно дотошным для того чтобы действительно понять ну хотя уже до смартфон до обзора понятно что смартфон в принципе достойны за эти деньги вы можете побомбить сейчас в комментариях про то что коко лучшего взять xiaomi доплатить 50 долларов и взять redmi 4 pro или что-то такое да не вопрос нравится отберите все же на одних xiaomi не надо зацикливаться в общем вот такая достаточно интересного упаковка здесь у нас как всегда есть грязь но это мы потом сотрем упаковка в матовом цвете матовым soft-touch так вот таким покрытием в черном цвете открываем перед нами собственно сам смартфончик сейчас мы его чуть-чуть в сторонку вот он смартфон с ним вроде как ничего не случилось что у нас еще есть комплекте есть конечно же мануальчик я не знаю это от магазина и от самой компании производителя если честно за 110 долларов не ожидаешь такой упаковки то есть здесь даже не сэкономили на во всех этих материалах что у нас есть еще у нас есть вот такой вот конвертик с документами но я думаю чтобы многих обзорщиков видели комплектацию но тут вопрос не в том что вы где-то видели вопрос в том что я вам передаю свои тактильные ощущения и ощущения от использования смартфонов здесь у нас есть еще какие-то небольшие бумажки о том что как и что здесь эксплуатировать наушников вижу нет переходника не положили зарядочка думаю она поддерживает технологию быстрой зарядки хотя наверное нет 5 вольт 2 ампера никакой быстрой зарядки здесь нет просто 5 вольт 2 ампера вот такая вот зарядка оригинальная в принципе выглядит неплохо нравится и у нас наверное есть еще вот такой вот кабель если здесь наушники нет наушников здесь нет кабель тоже у нас обычный usb тире сейчас посмотрим чтоб не соврать micro usb даже кабель доставать не будет в общем друзья если посмотреть через призму это китай фон и что от него хотеть за эти деньги на делал много шуму достаточно много для того чтобы на него обратили внимание и вообще на производителя обратили внимание мне кажется данный смартфон продается в убыток немножко в сторонку мы достали вот такую скрепочку для извлечения лотка под сим-карты и посмотрим на сам на самого виновника торжества у меня в цвете silver присутствуют все технически транспортировочные пленочки также на экранчике у нас приходит есть транспортировочная пленочка экран 6 дюймов но друзья вот именно если вы хотите слышать мое мнение то я вам говорю что одним одной рукой данным смартфоном в принципе можно пользоваться да конечно будет удобней двумя но в одной руке он достаточно неплохо сидит если честно даже неплохо смотрится и так смартфон полностью алюминиевый сейчас вы видите на экране характеристики данного смартфона чтобы мне их не пересказывать давайте включим и посмотрим какой здесь экран снимем пленочку и посмотрим как это все здесь происходит первое включение идет вибрация моим пленку 2к экран плохо что смартфон не поставляется хотя бы с какой-то пленочка или стеклышком потому что разбить такой экранчик конечно будет очень очень обидно уже даже по заставке я вижу что здесь достаточно сочные цвета и так по органам управления всех интересует вот это вот кнопочка она же индикатор уведомлений в образе логотипа компании внизу у нас динамики зарядка сверху джек микрофон и даже по моему здесь нет никакого микрофона вы точнее вот тут вот он находится здесь а здесь у нас инфракрасный порт 13 мегапиксельная камера если не ошибаюсь светодиодная двойная вспышка даже двойная прошу заметить собран смартфон давайте посмотрим как он собран но в принципе на изгиб вроде как ничего на правой грани у нас клавиши включения выключения сдвоенная регулировка громкости на левой только лоточек под сим-карты скорее всего их здесь две посмотрим какой он гибридный скорее всего как всегда китайцы любят делать на 2 сим-карты или сим-карта и карта памяти в принципе с лотком не шумит давайте посмотрим как он мне просто интересно за 110 долларов смартфон с такой диагональю с такими характеристиками с таким экраном и к нему еще какие-то люди или какие-то допустим youtube-блогеры высказывают какое-то недовольство спереди у нас помимо сзади помимо камеры светодиодной вспышки и логотипа у нас ничего нету спереди огромнейший дисплей присутствует конечно же рамки сверху у нас есть основной динамик камера и все возможные датчики пока вот он долго загружается друзья давайте немножко прольем воды на в этом видео чтобы вы не думали что я разучился это делать и немножко подтарахтим о том стоит ли вообще обращать внимание на такие неизвестные ноу-нейм компании и покупать продукцию этих компаний мне кажется что если вы хотите себе приобрести какую-то стоящую вещь и часто смотрите youtube и например к примеру заметили обзор на данный телефон и поняли что очень много хайпа вокруг этой модели конечно же стоит присмотреться но существуют такие модели которые действительно не стоят своего внимания и продаются примерно за такие же деньги тут все относительно мне пока внешне комплектация подход производителя к упаковке мне пока все нравится высказывать каких-то откровенных минусах от первых впечатлений я не могу потому что это практически цельнометаллический смартфон да конечно же присутствуют пластиковые вставки сверху и снизу но почему друзья допустим я должен выбрать xiaomi а не вот этот вот представитель китайской смартфона строительной индустрии объясните почему я не знаю да есть какие-то претензии к магазину плане упаковки товара нет претензий по доставке и что что так долго включаешься так так включился ну друзья экран вот первое впечатление от экрана что у нас здесь только английский язык окей скипнем сейчас все настройки понятно все скипнули ну шо ж я могу сказать такая аляпистая прошивочка да действительно давайте посмотрим на экран выключим автояркость и посмотрим на экран с максимальной его яркостью друзья на солнце мне кажется для цены этой модели экран будет вести себя прекрасно что же будет происходить вечером я вам расскажу в полном обзоре я уже понимаю что экран здесь это одна из сильных сторон google сервисы предустановлены русского языка изначально нет если вы не покупаете на алиэкспрессе то его и не будет если там скрывали смартфон соцсет соответственно вам не скорее всего перепрошили но уже хорошо что google сервисы есть и и это хорошо есть предустановлены какие-то приложения от производителя но в принципе я думаю что здесь это все можно делать снести надо внимательно почитать форум по pda в детка ветку с этим смартфоном для того чтобы понимать если здесь сторонние прошивки я хотя уже заранее знаю что они есть и какую-то устанавливать и гонять непосредственно с той прошивочкой ну а по интерфейсу конечно же здесь все плавно потому что здесь 3 гб оперативной памяти неплохой процессор для такой ценовой категории сеттинг настройки выглядит следующим образом ppos все работает очень хорошо это уведомление думал что это кнопка это уведомление прикольно да если честно очень-очень большие ожидания у меня от этого смартфона не оставить ли мне этот смартфон себе и не начать ли им пользоваться блюр вал варпейпер валпейпер давай блюр что-то блюр а все понял заблюрить не надо блюрить понятно сейчас будет искать какие-то эти в общем можно вот так вот задний фон размыть ну что ж первые впечатления от девайса давайте послушаем звук и посмотрим на камеру то есть первое что мы сможем выйти загонить камеры пупу 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 фон фон рингтон а вы в курсе что здесь какой-то отдельный вроде как поправьте меня в комментариях если здесь сап встроенный ну какая у нас громкость нифига не максимальная ну что ж по звуку мне он тоже как ни странно нравится давайте посмотрим камеру первые такие вот снимки сфотографируем прямо все что есть у нас под рукой это вот такая вот наклеечка друзья ну я видел камеры похуже пока каких-то делать выводов невозможно потому что это примеры фотографий которые сделаны прямо с рук здесь и сейчас но в принципе неплохо друзья конечно же надо накатывать прошивку которая будет поддерживать русский язык или хотя бы в принципе я могу пользоваться и англоязычной прошивкой скорее всего надо попользоваться несколько дней англоязычной прошивкой чтобы потом было с чем сравнивать ну в первое впечатление если честно я немножко в шоке 110 долларов планшет от какого смартфон с диагональю 6 дюймов с неплохим 2к экраном с неплохим звуком с весьма неплохой по первому впечатлению камерой металлический корпус друзья но я просто не знаю до чего здесь докопаться с неплохой упаковкой как всегда я высказываю свое честное мнение это мнение о смартфоне king 7 друзья подписывайтесь на канал конечно же ссылочки на магазин и на товар будет по описание под этим видео как минимум пройдите посмотрите потому что может быть какая-то акция или может быть какая-то скидка и вы сможете ухватить себе данного зверя просто за копейки потому что даже с цена в 110 долларов это копейки вот где вы купите смартфон с такими характеристиками в россии да нигде хорошо окей давайте вы что-нибудь придумаете из сяоми нету такого товара от сяоми для того за такие деньги подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте есть у нас чат вконтакте которым в принципе никто не пользуется и нам очень жалко мне в частности очень жалко что это никто это не занимается и конечно же есть сайт gadget money.ru для того чтобы вы экономили на своих покупках в интернете там вы найдете скидки акции промо-коды во всех интересных интернет магазинах со всего мира но мы с вами совсем скоро увидимся всего доброго пока пока